Итак, буквально через несколько секунд начнется поединок Парма-ЦСКА и сразу о составах команд, затем о том, что предшествовало этому матчу, в каком состоянии обе команды подошли к ответному поединку. Итак, начнем с состава Пармы. В воротах Себастьян Фрей. Первый номер, 27-й Бенарива, 5-й Бонеро, 21-й Феррари, 16-й Джуниор, 26-й Бриги, 8-й Лемуши, 29-й Донати, 10-й Наката, 9-й Адриану, 20-й Муту. Полный боес боекомплект. У Пармы сегодня ЦСКА, 35-й Нигматуллин, 2-й Шемберос, 15-й Березуцкий, 28-й Шершун, 8-й Гусев, 23-й Евсиков, 25-й Рахимич, 7-й Яновский, 3-й Соломатин, 21-й Попов и 5-й Семак. И представлю судейскую бригаду. Вся группа арбитров из Англии. Главный рефери Дадли Урая Ренни. Колоритнейший, огромный мужик темнокожего происхождения. О нем чуть позже довольно интересная личность. И помощники Дэвид Стефен Брайан и Глен Брайан Тернер. Напомню еще раз, вся бригада из Англии. Помогать смотреть сегодняшний матч вам будет комментатор Константин Выборнов. Встреча началась. Заканчивается первая минута. Парма ЦСКА 0-0. О расстановке чуть позже. Валерий Газаев обещал сюрпризы перед сегодняшним поединком. Таковым можно считать появление Гевсикова в стартовом составе и отсутствие Лайзенса. Лайзенс на скамейке запасных. У Пармы по сравнению с матчем в Раменском три изменения. Вместо Бонацоли пару в нападении Адриану Муту составит бразилиц Адриану. Вместо Эммануэля Филиппини, которому дали день отдыха, на поле вышел Матео Бриги. И, наконец, после травмы восстановился Бразилий Джуниор. Он заменил Себастьяна Севилью. Все эти изменения, напомню, по сравнению с поединком в Раменском две недели назад. Итак, сейчас все внимание игре с мячом Парма. Борьба в центре поля. И армейцы тут мяч выигрывают. Соломатин на Яновского. Яновский вперед. Здесь численное преимущество армейцев. Неудачная, неудачная передача. Чуть-чуть, на мой взгляд, Семак поторопился. Но Попов еще не успел как следует разогнаться. Семак довольно резкую ему передачу сделал. А могла бы симпатичная атака получиться у армейцев. Вот так уже на первых минутах. Это Адриана был с мячом. Донати. И длинная передача на Лемуши. Здесь Наката. И может опасно, наверное, получиться удар. Нигматурин спокойно забирает мяч. Ну что ж, практически без разведки. Сразу в бой обе команды начали. Парма нанесла первый удар по воротам. Кстати, итальянские журналисты накануне на тренировке ЦСКА, на которой мы побывали вместе с нашим оператором Максимом Артемовым, сокрушались между собой, разговаривали. Где-то 15 ударов они насчитали по воротам ЦСКА в первом матче. Считали, что могла бы Парма решить все свои проблемы уже в российской части дуэли. Но, тем не менее, 1-1. И сегодня тренерам пришлось выставить боевой состав. Кубок УФА для Пармы важен, что, в принципе, нельзя сказать, если взглянуть на трибуны. Но смотрим эту атаку. Адриана с мячом! Хорошо, не дал ему сейчас ударить защитник армейцев. И тут же контр-выпад ЦСКА. Семак с мячом. Передача на Попова. Удар Попова! Денис Попов автор хет-трика в последнем матче армейцев против Сокола. К нему сегодня пристальное внимание и наше, и, я думаю, Пармы тоже. Так вот, о болельщиках. Стадион не заполнен, наверное, даже наполовину. Есть небольшой сектор с поклонниками ЦСКА. Большинство фанатов Пармы расположилось сейчас в положении вне игры. Да, поднят вложок бокового арбитра. Большинство поклонников Пармы по традиции расположились за... Расположилось за воротами. В данном случае за воротами Себастьяна Фрея. Армейцы прерывают эту атаку. Соломатин пытался сбросить мяч Бусеву на ход, но здесь... Бенарива. Опытный Бенарива. Вы знаете, довольно любопытное построение у армейцев. Сейчас еще несколько минут пройдет. Наверное, окончательно будет ясно, какой вариант предложил итальянцам Валерий Газаев. Но пока вот я вижу, что в центре поля расположился Ролан Гусев. И это уже неожиданность. Мы привыкли видеть Хавбека ЦСКА на правом фланге. А это Чезаре Бранделли. Тренера, о котором в Италии сейчас говорят очень много. После прекрасного матча, который выдала Парма в Турине. Несколько дней назад. Пармалатовцы сыграли 2-2 с самим Ювентусом. Причем до конца встречи вели 2-0. На последних минутах там и Судья начудил. И Фрей допустил ошибку. В общем, специалисты отметили, что победа была бы для Пармы гораздо более заслуженным результатом, чем ничья. И вот после того поединка все заговорили о том, что у Пармы уже есть команда, способная бороться за самые высокие места. Так что у армейцев сегодня очень тяжелый поединок. Будет это вне всяких сомнений. Муту на ваших экранах. Быстро вбросил мяч. Но на этом атака Пармы на несколько секунд прервалась. До того момента, как будет брошен мяч из аута. Длинная передача в расчете на Ля Муши. Ля Муши в касание переправлял мяч. Не успел туда, не успел Адриану. И от греха подальше армейцы выбили мяч за лицевую линию первой угловой. Сабри Ля Муши, капитан Пармы на ваших экранах. И повтор эпизода. Здорово поймал мяч и прострелил. Даже партнеры, судя по всему, не ожидали. Седьмая минута встречи идет. Муту будет подавать угловой. Высокая подача. Выиграл борьбу Донати еще. Дальше до Адриана. Но уже как следует бразильцы ударить не позволили. И снова главный тренер итальянцев на ваших экранах. Наката рвется вперед. Лучший, кстати, и сбивает его, сбивает его Рахимич. Арбитр не показывает басницу желтую карточку. Наката был признан лучшим игроком поединка против Ювентуса. И один мяч он забил. Но вообще Наката, что касается Ювентуса, то это, по сути, его любимый клуб. В каком только состоянии, в каких только командах. Наката не забивал. И в Перудже он играл, и в Роме, и в Парме постоянно забивал Ювентусу. И причем, так, с долей иронии и юмора итальянцы отметили, что в каждый раз, когда отличался Наката в матчах против Ювентуса, у него был разный цвет прически. То каштановый, то красный, то вот теперь желтый. А мы смотрим штрафной. Удар! Мощнейший удар! И вот так счет открыт. Взрывается аплодисментами стадион. Это Адриану. Это Адриану. Это его коронный удар. Такие мячи он забивал в прошлом сезоне и за Интер, и за Фиорентину, куда был отдан в аренду Интером. И вот теперь забил за Парму прямым ударом, как из пушки. Как из пушки выстрелил бразилец. И 1-0. Парму повела. Вот смотрите, как закрутил Нигматуллин. Ничего не смог поделать в этом эпизоде. Мощнейший удар. Где-то, наверное, в стиле Роберто Карлоса. И сильно, и кручено. Итак, Адриану 1-0. И это четвертый мяч бразильца в нынешнем сезоне. Причем четвертый мяч в четырех матчах. В трех турах итальянского первенства он отличился. В первом матче с ЦСКА, напомню, не играл. Не выступал он и в матче Кубка Италии против Виченца, который Парма 0-2 проиграл. Это перед Ювентусом было. И вот так и горчил. Огорчил он всех нас. Но удар получился на славу. Симак с мячом. Хорошая передача на Попова. Попов в Симаку. Симак пытался убрать мяч под себя. Может быть, стоило отдать пасу Гусеву, который он стал. Парма тут же бросается в контратаку. Евсиков. Рахимич. Яновский. Против Яновского двое. Партнеру. Донатер рвется вперед. Здесь Кенниг Батуллин выбьет мяч подальше от ворот. Здесь один Попов в борьбе с двумя соперниками. По первому поединку, еще раз возвращаясь к той встрече, у ЦСКА не получалась игра в пас. Не получалось быстрой, коллективной именно игры. И отсюда возникали проблемы при переходе от обороны к атаке. Посмотрим, как будет сегодня. Но вот по тем минутам, по тем 10 минутам, которые прошли с начала поединка. Парма играет в том же ключе. А ЦСКА нужно ключи подбирать еще. Бенарива идет вперед. Подключается он вперед постоянно. Подключается к атакам. Своей команды. К этому армейцы должны быть готовы. Ну что ж, пока преимущество по началу встречи преимущество у Парме. Итальянцы полностью выполнили задачу дебюта встречи. Забили быстрый мяч. Хотя, в принципе, для ЦСКА ничего страшного-то не случилось. Армейцам по-прежнему жизненно необходимо забить хотя бы один мяч. Конечно, если бы не пропустили и забили, то автоматически бы вышли в следующий круг. Так, если предположить, что армейцам удастся забить ответный мяч 1-1, это дополнительное время. Но игра только началась. Пока гипотезы оставим. На более поздний период Яновский, Соломатин. Рахимыч. И эта передача не удалась. Ну что ж, давайте немного по расстановке команд. Валерий Газаев сегодня очень много изменил, я смотрю. Но вот пока по тому, о чем можно с определенной долей уверенности сказать. Итак, трио защитников. Схему не поменял тактическую расстановки Валерий Георгиевич. 3-5-2. Привычная для армейцев. Но трио защитников сегодня выглядит так. Богдан Шершун в роли Либера, свободного защитника. Рядом с ним Березуцкий, Алексей Березуцкий и Евсиков. Трио обороны. Справа по бровке действует... По всей бровке действует Шемберос. Слева Соломатин. Два опорных полузащитника, Рахимич и Яновский. В роли разыгрывающего под нападающими Сергей Семак. Денис Попов на привычном месте форварда. И рядом с ним постоянно Ролан Гусев. Но вот Гусев с Семаком часто меняются местами. То Семак оказывается рядом с Поповым, то Гусев. Так что вот такую модель предложил сегодня тренер россиян. С привычного места ушел Ролан Гусев. Кстати, восьмерка армейцев постоянно так дефилирует здесь от одной бровки к другой. И в нападении оказывается, в общем, такое впечатление, что Гусев сегодня выполняет что-то вроде свободного художника роль. Но вот по тем нескольким атакам армейцев рядом с Поповым он находится. И против Гусева, кстати, персонально, ну по ситуации чаще всего оказывается, Жуниор. И вот Гусев наносит удар. Первый удар Ролана в этом матче. Пока что слишком не точно. Ну что, вот так армейцы сегодня действуют. Опять же судить по первым минутам. Атаковать сегодня предписано трио в первую очередь. Трио Гусев, Семак, Попов. И два игрока, как я уже сказал, по всей бровке. Это Соломатин и Шемберес. Но Гусев часто смещается направо. Вот как раз Шемберес с мячом помогает. Партнеру Айиновский. Время от времени оказывается на левом фланге. Там дуэт у них с Соломатином. Что касается Пармы, то здесь более не менее все понятно. Слева играет Жуниор. Слева в обороне Жуниор. Феррари, Бонеро, пара центральных защитников. Бенарива действует справа. Три полузащитника Донати, Лемуше и Бриги. Лемуше центральный. Рядом с ним Донати и Бриги. И тоже такая тройка выдвинутых вперед футболистов. Это Наката. Полузащитника два форума для Адриана и Муту. Но Наката тоже часто смещается то на один фланг, то на другой. Самых лестных оценок заслужил японец по матчу с Ювентусом. Я уже сказал, что он был признан лучшим игроком той встречи. И тогда он действовал на позиции под нападающими. В привычной для себя роли. Чувствовал себя там как рыба в воде. Так что Чезарь Пронделли решил от добра добра не искать. Ну а ЦСКА пока далеко не как сыр в масле катается по полю Пармы. Итальянцы ведут игру. Армейцам нужно побыстрее приходить в себя. И вероятно наращивать обороты, действовать с большей скоростью. Наката на правом фланге получает мяч. Передача. Опаснейший момент. И там хорошо сыграл Березуцкий. Успел выбить мяч из-под ноги Муту. Но такое впечатление было, что если Мута упадет, то будет это выглядеть как покушение на пенальти. Да, успел, успел. Молодец Березуцкий. Сейчас успел прямо из-под ноги Румына. Мяч выбил за лицевую. Угловой. Выполняет наката. С правого фланга Японец падает. С левого фланга это делал Муту. Так, смотрим. Феррари пришел сюда в штрафную площадь ЦСКА. Отбились армейцы. Симак. Шемберас. Ну вот пока трое армейцев пересекли центральную линию поля. Уже семь игроков фармы оказались на своей половине. Быстрой атаки ЦСКА не получилось. Линовский. Не стал Адриану его преследовать. Линовский на Шембераса. Гусев. У Ролана сегодня тоже очень сложная задача. Банера сейчас выбил у него мяч. Первый матч ему противостоял. Минар Рива. Но вот сегодня Ролан не на позиции правого полузащитника играет. Там бы ему пришлось постоянно иметь дело с жуниором. Тоже очень сильные выразились. Но в общем-то от того, что позиция Ролана изменилась, я думаю ему сегодня не легче будет действовать на поле. В общем в центре обороны у фармы тоже все в порядке. Это подтверждают матчи итальянского национального перевеста. Парм пока не проиграла ни одной игры. При этом на своем поле в нынешнем сезоне официальный поединок Парм проводит всего второй. Против Кома играли. Футболисты Франделли 2-0 выиграли сейчас против ЦСКА. И ведут 1-0. 18-я минута. Рахимыч. Очень нервничает Валерий Георгиевич Газаев. Постоянно что-то подсказывает, наверное, нельзя это назвать. Потому что в очень эмоциональной форме главный тренер армейцев делает замечания своим игрокам. Ну, вряд ли его может устроить то, что происходит сейчас на поле и то, как ведет игру ЦСКА. Арбитр показывает, что аут будет в пользу Пармы. Соломатин не согласен с этим. Но мяч Бинарева оставил. И вот Валерий Георгиевич на ваших экранах. Вчера на тренировке. Армейцы очень долго отрабатывали. Так 8 на 8 поделились. Два состава и играли в два касания. Причем Газаев постоянно подгонял своих игроков. Делать все быстрее, быстрее и быстрее. Выводы, безусловно, из первой игры с Пармой были сделаны. Но поможет ли это сегодня? Очень хочется надеяться. Соломатин бросил мяч. Ракимич. Муту был против него. Назад на Березуцкого. Чемберас. И назад. Соломатин. Нет, до него передача не доходит. Наката. Адриану. Бразилиц идет вперед. Мощный футболист. Хорошо мяч корпусом прикрывает. На Муту сыграл. Штрафную площадь. Здесь Нигматурин спокойно мяч забирает. Первое пришествие Руслана в Италию после этапа карьеры в Вероне. От Пармы до Вероны всего-то навсего 100 километров. Но, наверное, гораздо большее расстояние сейчас отделяет нашего голкипера от возвращения на Пенинский полуостров. Возвращение в чемпионат Италии. Верона, кстати, в серии «Б» стартовала не слишком удачно. Четыре очка в трех матчах. Напомню, Руслан сейчас в аренде. ЦСКА права на него принадлежат клубу из города Ромео и Джульетте. И опять попытка длинной передачи. То, что ЦСКА практиковал на протяжении практически всей встречи в Раменском против Пармы. И без особого успеха. Вот эти длинные пасы в расчете на то, что партнер выиграет там борьбу с несколькими оппонентами. Штрафной удар. Урая Дадли Ренни подзывается ломать. Это спорить с таким человеком бесполезно. Он практикует айкидо и кикбоксинг. Но говорят, что в жизни очень милый, общительный человек. Этот британский арбитр чуть не сказал Урая Хип. Вспоминая музыкальную группу. Нет, Урая Ренни. А это Соломатин. Симак отошел назад. Не дают спокойно атаку. Начинают вот хорошая передача сейчас на Попова. К сожалению, не смог Денис как следует мяч остановить. Прозевал его Бенарио сейчас. И вот Франдели как раз указывает на это своему опытнейшему защитнику. 12 сезон. Бенарио проводит за Парму. Выиграл с ней. Выигрывал с ней Кубок Кубков и Кубок Уэфа. И Суперкубок Италии. Рахимич. Штрафной удар. Да, за майку прихватил Донати. Рахимича. Березуцкий. Шершун. Соломатин. Бенарио против него. Соломатин и Симака. Яновский подключился здесь. Слишком сильно и слишком не точно изменяется Яновский перед партнерами. Там штрафной были и Гусев, и Попов. Но нельзя сказать, что на данный момент армейцы идут вперед большими силами. Четыре, максимум пять футболистов. Пока больших проблем у обороны Пармы не возникает. Ну и напомню, что счет в самом начале встречи открыл бразилица Дриану. Блестящим ударом со штрафного метров, наверное, с 30 зарядил. Здесь передача не прошла. Бонеро сыграл. Уверен, а это уже Яновский сбивает в Сабриле Муши. Первая желтая карточка полузащитнику ЦСКА. Короткий разговор между арбитром и футболистом. Номер Яновского на желтом фоне. А ЦСКА пока играет на желто-синем фоне Пармы. Итальянцы. До середины первого тайма действует увереннее. Феррари. Играл назад на фрейм. Ле Муши. Длинная передача в расчете на Муту. Кто быстрее, Шемберес или румынский футболист. Хаут в пользу итальянцев. С Муту, кстати, довольно интересная история была. Его хотел купить Ювентус у Вероны. Перед началом нынешнего сезона. Но затем как-то больше приглянулся руководству туринского клуба Марко Дива, ее форвард-фармы. Его туринцы приобрели. А Рига Саки... Нет, здесь ничего опасного не будет. А Рига Саки обратился в Верону с просьбой продать Муту. Стороны быстро договорились. Где-то примерно за пол цены от продажи Марко Дива, ее приобрела фарма румынского нападающего. И пока только хвалебные отзывы об игре румынского форварда. В молочной команде считают, что сделали очень удачное приобретение. И второе предупреждение в матче. Матео Феррари получает желтую карточку. Вот за это нарушение против Гусева. Да, прямой ногой. Все по делу. Британский арбитр не либеральничает. Фолы достойной желтой карточки карает немедленно. Попов разберется. Нет, попал все-таки в Бонеро. И нарушил тут же правила в борьбе с итальянским защитником. Пытался одним движением уйти. От пятого номера пармы и тут же пробить поворотом. Но вот Бонеро вовремя сориентировался. До ворот Фрея мяч не дошел. И еще одно нарушение. Теперь уже Рахимич удостоится желтой карточки. По карточкам будет 2-1. В пользу... Не в пользу, точнее, ЦСКА. И по счету пока 0-1. Также не в пользу нашей команды. Но рискну предположить, что для армейцев еще ничего не потеряно. Проигрывал ЦСКА 0-1 в парме. Игроки после той встречи говорили о тяжелом психологическом состоянии. После трех неудачных поединков, трех поражений со счетом 2-3 подряд. Стартовать в Еврокубках... Было довольно тяжело именно с психологической точки зрения. Но сейчас дела у клуба в чемпионате наладились. Остается надеяться, что и на стадионе Энио Тордини ЦСКА проявит характер. Кстати, арена названа в честь одного из первых руководителей пармы, при котором и началось строительство стадиона. В далеком 1922 году 29 тысяч мест. На стадионе заполнен он сегодня менее чем наполовину. И это тоже сможет сыграть на руку ЦСКА. Правда, пока сектор армейских болельщиков не слишком громогласно поддерживает свою команду. Абинариево идет вперед. Передача на Адриану! Ну что ж, здорово сыграл сейчас Евсиков самоотверженный очень. Улыбается бразилец. Смотрим повтор. Смотрите, Бенариево очень хорошую передачу сделал. И бросился в ноги Денис Евсиков. Не позволил нанести прицельный удар бразильцу, который уже начинают сравнивать с самим Роналдо. И Адриану сказал, что он не против такого сравнения. Наката подает угловой. Опасный момент. Нигматуллин не стал мяч в руки брать. Выбил подальше. Так вот, заканчивая небольшое лирическое отступление про Адриану, который на ваших экранах показывает, что против него нарушали правила. Вот бразилец считает, что очень много из арсенала технического и тактического Роналда у него присутствует. Но ему еще очень и очень много работать, чтобы достичь уровня мастерства своего знаменитого соотечественника. Снова Адриану с мячом. Смотрите, как перебрасывает мяч. Здорово эффектно сыграл. И бьет поворотом. Нашему счастью выше. Вот он Адриану. 20 лет нападающий. Права на которого принадлежат миланскому интру. Смотрите, перед одним движением мяч перебросил. Вторым нанес удар. Мощнейший поворотом Нигматуллина попал бы. Появилась бы на табло цифра 2. 28-я минута. По опасным моментам 2-0 в пользу итальянцев пока. Вот Адриану. Недаром его расхваливают на все лады. Кстати, начинал он свою карьеру в Италии в прошлом сезоне. Перед стартом чемпионата Интер поехал играть в Мадрид с Реалом. И выиграл товарищескую встречу. Победный мяч забил Адриана. Как раз таки ударом со штрафного тоже метров с 30. Как дал в девятку. И сразу застолбил себе место в основном составе. Тоже опасный прострел был. Хорошо не вытянулся сейчас. Наката до мяча. Вот Адриана на время застолбил себе место в основе Интера. Не только когда выздоровел в Ере. Адриану был отдан в аренду Ферентине. Кстати, там несколько мячей забил. Так что самое пристальное внимание к нему. А Фрей не спешит. Впрочем, и спешить некуда. 1-0 в пользу Пармы. Снова Адриана с мячом. Евсиков против него. Рахимич. Гусев. Геновский. Гусев забегает. Но тут против него сразу же возникает фигура Бинариева. Обыграть которого Гусеву не удалось. Опередил Накату Соломатин. Сейчас хорошо сыграл на опережение. Но мяч тут же оказался. Снова у Пармы. Такая борьба жесткая. Арбитр показывает, что можно играть. Симак. Эх, неудачно. Чуть помягче бы Денис Попов. Скидку сделал бы Симаку. Мог бы в касание пробить капитан Армейцев. И еще одна передача. Но пока Рахимич к мячу прилаживался. Уже Симака закрыли. Наката совершенно один на правом фланге. А передача следует на Адриану. Шершун против него. Адриан уйдет и отдает пас в центр. Чуть-чуть не успел муту сейчас к этому пасу. И показывает Адриану, да, что чуть быстрее его партнер должен был сместиться. Но постоянно крупным планом бразильский форвард в сегодняшней трансляции достоин внимания. Безадресная была передача. Мяч Парма, тем не менее, сохранила. Левым флангом развивается атака хозяев. И снова Нигматуллин. Мяч забирает у Руслана. Через несколько дней, точнее 10-го, 7-го октября, день рождения, 28 лет, исполняется. Вероятно, хорошим подарком стал бы сегодняшний успех в матче против Фармы для Руслана Нигматулина. Но, кстати, завтра чартерным рейсом ЦСКА летит в Санкт-Петербург, где предстоит матч против ЦСКА. Простите, против Зенита. Вот такие события ждут армейцев и фартеря Руслана Нигматулина. Кстати, еще одним хорошим подарком для семьи Нигматулиных мог бы стать широкий жест квартирных воров, которые не так давно ограбили квартиру отца Руслана в Казани. Они, помимо всего прочего, прибрали к рукам компьютер, в котором хранилась уникальная база данных, которую Карим Хусаинович, папа Руслана, собирал в течение долгого времени. Хорошо бы было вернуть законному владельцу хотя бы это. А партнерам Руслана постараться забить ответный мяч в ворота Фармы хотя бы для начала. Чезарь Пронделли не менее экспрессивен, чем Валерий Газаев. Яновский. Шемберес. Передача в центр, там ничего не было. И смотрите, здесь Семак как поборолся. Казалось, что уже выиграл мяч, но цепки, цепки Бинариева. И по первому матчу он запомнился и сейчас действует безошибочно. Евсиков против Адриану. Адриану, смотрите, какая серия финтов. Но здесь на помощь Евсикову пришел Рахимич и вдвоем мяч отобрали. Молодец, Денис Евсиков. Еще раз похвалю защитника армейцев. Пока... Персонально против Адриану действует он надежно. Мяч со штрафного забитый. Бразильцам. В этом эпизоде Евского винить нельзя. Но вот еще один момент острый. Позволили армейцы создать. Адриану, когда, помните, перебросил он мяч через Дениса и пробил выше ворот. Но в целом, пока Евсиков справляется, такое впечатление, что получил задание персонально опекать бразильцам. А Наката окончательно обосновался на правом фланге полузащиты Пармы. И против него действует Соломатин. Практически не отходят от него так эти две пары. Во время атак хозяев так и бегают по полю. Евсиков за Адриану, а Соломатин присматривает за Накатой. Ну и Алексей Березуцкий против Адриана Муту. 34-я минута подходит к концу. Парма ЦСКА 1-0. Сегодня в Кубке Уэфа играл также питерский «Зенит». К величайшему сожалению, выбыл из дальнейшей борьбы. 1-3 в Швейцарии Грасхопперсу проиграла команда с берегов Невы. 2-0 вела в середине первого тайма. Дубль сделал Киржаков. И вот пропустила мяч за несколько минут до финального свистка. Незадолго до окончания второго тайма. Грасхопперс забил. 2-1 выиграл «Зенит». Но дальше по сумме двух встреч, к сожалению, прошли швейцарцы. Негодует Рахимич. Показывает, что Наката прерывал пас рукой. Арбитр все видел. Снова Рахимич с мячом. Семак. Не получился пас на Попова. Там два двадцать первых номера сошлись Попов и Феррари. Семак выиграл борьбу у жуниора. И здесь Феррари самоотверженный. Семак пошел на обострение. Кстати, именно так армейцы забили. В первом матче мяч в ворота Пармы. Когда Семак на скорости обошел двух соперников, ударил поворотом, Фрей отбил и Попов на добивании сыграл. Похожей сейчас ситуация была, но Феррари спас свою команду от неприятностей. Шершун. Передача на Гусева. Гусев на Шембереса переводит мяч направо. И Березуцкий делает неудачный. У нас там жуниор ошибся. И снова неточная передача. Попов хорошо мяч корпусом прикрыл. Заработал штрафной. Бинариева ничего не оставалось делать, как свалить форварда армейцев. Быстро ЦСКА мяч разыгрывает Соломатин. Бинариева против него. Хорошая передача на Попова. Нет, нет. Читают эти комбинации ЦСКА. Итальянцы изучали они манеру игры армейцев. Попов получает мяч спиной к воротам, уже в который раз пытается сбросить под удар кому-то из партнеров. Но защитники пармы к такому ходу готовы. Территориальным преимуществом последняя минута ЦСКА владеет. Попов выиграл верховую борьбу. Симак удар! Гол! Прекрасно! Вот так на выстрел Адриану отвечает капитан армейцев Сергей Симак. Все-таки сработала эта связка Попов-Симак. Только что я сказал о том, что Попов несколько раз неудачно сбрасывал мяч под удар партнерам. Словно услышали такую небольшую критику в свой адрес армейцы. И Попов пробил. Слета блестящий попал в нижний угол. Фрей не смог выручить. Зажигаются красные огни. Полетели петарды из сектора армейцев. Смотрите, как Попов выиграл борьбу. Верховую защитника неотразимо Симак пробил в нижний угол. Браво ЦСКА. О чем я говорил. Армейцы должны проявить характер. И никто иной, как Сергей Симак. Капитан душа своей команды. Сравнивает счет. Ну что ж, самый-самый подходящий момент. Когда Парма, казалось бы, окончательно успокоилась. Очень и очень важный гол. По сути, не было моментов опасных у армейцев. И вот такой блестящий удар получился у Симака. И 1-1. 4-0 по угловым. Третий угловой справа фланга. Наката будет подавать. Нигматуллин выходит из ворот. Кулаком мяч выбивает. Донати. Бриги. Матео Бриги проводит сегодня свой сотый официальный матч. Хорошую передачу делает. Опасный момент. Браво Руслан Никматулли. Не хватается за голову Адриана. Вот уж что называется спас так спас. Ответ нет. Вы знаете, это не Адриана был. Это Матео Феррари подключился в атаку. Так отсюда с верхотуры стадиона в Парме темнокожий. Футболист на острие атаки итальянцев. Такое впечатление, что это бразилец был. Нет, оказался Матео Феррари, подключившийся вперед. Ну да, правильно. Парма разыгрывал угловой на все стандартные положения. Особенно угловой Феррари подключается. Приходит в штрафную площадь. Саискает сейчас. Оказался совершенно не прикрыт. Кто-то должен был из армейцев за ним следить. Вполне возможно, что Семак должен был отвечать за Феррари, за защитника Пармы. Еще один угловой, но браво, Руслан Нигматуллин. В какой ситуации спас. И очередная атака, но этот мяч не догонит. Наката. ЦСКА нужно перевести немного дух. Только сравняли счет на таком моральном подъеме. Идва не пропустили. И повтор момента, когда Семак с правой точно в угол мяч положил. Ничего Фрей не мог сделать. И смотрите, как ликует Валерий Газаев. И скамейка запасных ЦСКА. 1-1. А перед этим матчем в официальном сайте Пармы был проведен опрос. Кто одержит победу в сегодняшнем поединке. 55% высказались в пользу хозяев поля. И что, в общем-то, удивительно, 40% за победу ЦСКА. Смотрите, Семак снова пытался ввести удар. Поворот опасный момент получился. Попов на острие атаки. Чуть-чуть, буквально на полшага не дотянулся до паса Рахимича. Ну что ж, ЦСКА показывает. Точнее дает понять парме, что далеко не все так просто у итальянцев сегодня сложится. Как могло показаться по первым минутам. Адриану рвется вперед. Нарушение правил это может быть очень опасной штрафной. Пометуя о том, как открыли счет футболисты Пармы. Евсиков придержал Адриану. И кто здесь у мяча? Наката. Наката Адриану. Небольшое совещание Лемуши тоже может пробить. Очень внимательно сейчас нужно армейцам быть. Ну, скорее всего, прямым ударом. Разыграют этот штрафной футболисты Пармы. Как минимум трое могут ударить. Но Лемуши отошел. Откатывает Наката удар под удар. Адриану, конечно, попадает в стенку. Атака не закончена. Наката прострелил, но там никого из партнеров не было. И Чезарь Франдели на ваших экранах. Адриану. Сразу двое против него. Без нарушения правил мяч отобрали. И сразу же последовала длинная передача в расчете на Дениса Попова. До форварда ТСК мяч не дошел. И здесь Фрей вышел далеко своих ворот. Небольшой пинг-понг в исполнении двух команд. И мяч остается у Пармы. Донати. Петроумный мяч пропустил сейчас Муту. Адриана. Здорово здесь сыграл. Подкатый защитник ЦСКА. Гусев. Сохраняет мяч армейцы. Нет, это Семак там боролся за мяч. Не Гусев. Шемберас. Гусев с мячом. Семак. Пробил Боворота. Ударь. Гол. Сергей Семак 2-1 в пользу ЦСКА. Полностью разделяю радость армейцев. Но каков Семак. Два удара, два гола. Что здесь можно сказать? А ведь работает, работает тактическая схема Валерия Газаева. Я думаю, вряд ли Парма ожидала, что Ролан Гусев сегодня составит атакующий дуэт с Поповым. Семак в роли свободного художника. Позволяют ему бить футболисты Пармы. Семак третий удар наносил поворотом, кстати, если не четвертый. И два раза блестяще попал. Никаких шансов у Фрея. Два удара примерно одинаковых. Ну, по силе и точности. Один в правый нижний угол, другой в левый угол на средней высоте. И 2-1 в пользу ЦСКА. Браво, армейцы! Уж не знаю, приготовили ли футболисты ЦСКА шампанское на случай победы. Правда, о победе говорить еще слишком рано, пока заканчивается только первый тайм. И вне всяких сомнений Парма пойдет вперед. Итальянцам теперь же нужно забивать два мяча. Но пока, по-моему, в состоянии небольшого шока прибывают хозяева поля. Еще бы вести 1-0. Контролировать ход игры. И вот так капитан армейцев дважды торпедирует надежную, по мнению специалистов, и болельщиков оборону итальянского клуба. Так вот, не знаю, припасли ли армейца Шампанское на случай своей победы. Но с Шампанским связана одна довольно интересная история. Вы, наверное, знаете, что недалеко от Фармы родился Джузеппе Верди. И очень много сооружений, театр. В этом городе назван именем великого итальянского композитора. Наката бил поворотом угловой удар. Так вот, в Милане напротив театра Ласкау есть небольшая таверна, в которой под стеклом лежит бутылка шампанского, предназначенная для того, кто последовательно и внятно перескажет содержание одной его оперы. Трубадур. Более шеста лет эта бутылка лежит. И пока хозяина нет. Сергей Семак, активный коллекционер Вин. Сейчас посмотрим этот угловой. Штрафной в пользу армейцев показывает арбитр. Сергей Семак, коллекционер Вин. Блестящий. Вполне возможно, что в гильдию Сомелье его примут. Вот ту бутылку бы ему как раз за сегодняшнюю победу вполне могли бы итальянцы презентовать. Пока внятно и последовательно Сергей Семак убивает Надежды Парма на выход в следующий круг. Кстати, Парма, когда только этот клуб образовывался в начале века, также этот клуб носил имя Джузеппе Верди. Вообще в Парме чтят традиции. Не только в команде, но и в городе. Но об этом по возможности после перерыва, если не будет происходить ничего экстраординарного на поле. Первая добавленная минута заканчивается. Две минуты арбитры добавили. К основному времени первого тайма. Парма идет вперед. Адриано. Такая не слишком удачная передача. Фрей здесь вынужден выходить вперед. Подстраховывать своих партнеров на позиции последнего защитника. Вот это неожиданный провал. Опасный момент. Перекладина спасает армейцев. Все тот же Адриано мог восстановить равновесие. Но опять же, как вовремя вышел Руслан Нигматуллин. Задержись на шаг, вратарь армейцев. И гораздо больший угол обстрела ворот был бы у бразильца. Ничего не оставалось делать Адриану, как перебрасывать Нигматуллина. Технически все выполнил безупречно. Но справедливости ради скажем, что не повезло на последних секундах в Парме. Первый тайм закончен. 2-1 в пользу ЦСКА в очень интересном матче. Возвращаемся на стадион Энио Тордини в Парму. Где сегодня проходит ответный матч 1-64 розыгрыша группы UEFA между местным одноименным клубом и столичным ЦСКА. После первого тайма 2-1. Впереди армейцы. Сразу скажу, что в составе Парме после первого сразу две замены. На поле появился 17 номер Эммануэля Филиппини и 6-й Симоной Бароны. Два полузащитника. Очевидно, что игра в центре поля Чезаре Прандели не устроила совершенно. Посмотрим, кого они заменили. Судя по всему, у ЦСКА на поле все те же. Ну и напомню, как развивались события очень коротко. Адреану открыл счет в самом начале встречи. Довольно за штрафного. А тем два блистающих удара Сергей Симокадин с правой ноги, другой с левой. Вывели ЦСКА вперед. 2-1 впереди армейцы. Нарушение правил. Арбитр показывает желтую карточку. В Соломатину у ЦСКА. Уже были предупреждения в первом тайме. Вот в Соломатину еще схлопотал горчичник. На первой же минуте второй половины встречи. Вне всяких сомнений. Парма сейчас пойдет вперед. Ничего другого команде не остается делать. Богдан Шуршун был на ваших экранах. Очень здорово в составе альянса в первом тайме выглядел бразилец Адреану. Всем практически угроза воротам ЦСКА исходила именно от него. Очередной угловой. Нигматуллин на выходе мяч спокойно забирает. Голкипер армейцев крупным планом. И выбивает мяч. Попов здесь проигрывает борьбу Бинариевну. Мяч армейцы сохраняют. Шемберес. Шершун. Передача доходит до партнера. Попов. Это в подкате. Удачно сыграл футболист Пармы. Гусев. Нарушение правил. Это лемыши. Сзади по ногам. Не в мяча. В игрока капитан Парма сыграл. Серия взаимных ошибок. Перари. Муту. Березуцкий против Муту. Навес. И снова мяч становится легкой добычей Руслана Нигматулина. Ну, судя по всему, бароны и Филиппини заменили Донати и Бриги. Опасный момент мог получиться. Атака не закончена. Но это удар больше на удачу в исполнении еще одного бразильца Пармы-жуниора. В первом тайме рядом с Сабрилем Мушим французом и капитаном Пармы действовали. В центральном центре полузащиты играли Бриги и Донати. Но вот вместо них вышли Эммануэль Филиппини и Симоне Бароны. Джуниор. Филиппини. До Адриана эта передача не дошла. Но мяч у Пармы остался. Снова Джуниор с мячом. Бинариево. Внимательно сейчас действуют армейцы. В конце первого тайма очень неприятный момент. Возьми, когда Адриан вышел один на один. Перебросил таки мяч через Руслана Нигматулина. Но, к счастью, угодил в перекладину. Так что на перерыв. Перерыв армейцы сохранили победный счет в свою пользу. Гусев боролся и эту борьбу выиграл Симак. Герой первого тайма. Феррари опередил здесь Гусева. И Фрей сильно мяч за боковую линию выбивает. После матча в Равенском Себастьян Фрей сказал, что в интервью Спортэкспрессу вы увидите совершенно другую Парму в ответном поединке на своем поле. Мы будем действовать в ином ключе. Ну и ЦСКА действует совершенно в ином ключе, нежели в том поединке. Фрагментами неплохие комбинации получаются у армейцев. Ну и, конечно, капитан сегодня на высоте, до которой дотянуться пока игроки Пармы никак не могут. Два блестящих удара. В исполнении Сергея Симака. Парма снова идет вперед. Муту обыгрывает Березуцкого. Идет дальше вперед. И здесь партнеров подстраховал Шершун. Что он и должен делать. Двоих Румын прошел. На этом атака. Острота атаки утеряна. Так, что-то арбитр выясняет там с игроками Пармы, подзывает. К себе и кого-то наградит желтой карточкой. Так, желтая карточка Эммануэля Филиппини. Но, по-моему, это еще не конец эпизода. Капитан Лемуши здесь. Ну что ж, Филиппини удостоился горчичника. А Парма продолжает атаковать. Тем временем... Знаете, такое ощущение, что Филиппини схлопотал желтую карточку за то, что была нарушена процедура его замены. Не было таблички электронной с номерами игроков, с номером того, кто покинул поле и кто его заменил. И вот когда показали желтую карточку Филиппини, тут же резервный арбитр вышел, продемонстрировал публике, что Филиппини заменил 29-го номера Донати. Вполне возможно, что за это удостоился... За нерасторопность своих тренеров удостоился горчичника полузащитник Фарма. А сейчас награждается... Той же самой карточкой Алексей Березуцкий. Кстати, довольно любопытно все газеты итальянские и местные сегодня предварительные составы писали и расстановку игроков. Так вот, в унисон поставили они в полузащиту ЦСКА Кириченко. Алексея Березуцкого поставили также в центральную линию. Василия Березуцкого, травмированного, запихнули в запас. А Юриса Лайзенса вообще в заявке не оказалось. Вот такие варианты состава от итальянской прессы. Уж не знаю, на основе чего ориентировалась местная журналистика. Но, тем не менее, Амута выполняет штрафной. На подборе Парма. Пока действует лучше. Лемуши. С Адриану в стенку сыграл. Лемуши. Прошел Адриана. Удар! Дигматуллин. Браво! Ох, этот Адриана. Адриана Челентана. Главный режиссер и актер Пармской атаки. Сколько же неприятностей он сегодня доставил и еще может доставить ЦСКА. Ну что ж, второй раз. Галкипер Армейцев спасает свою команду. Действительно спасает. И вспоминая опять же эпизод в конце первого тайма, когда тот же Адриану попал в перекладину. Нигматуллин очень вовремя вышел и сделал все правильно. Бросился в ноги бразильцам. Наката. Как его здесь называют наката. Почему-то на французский манер. Лемуши Парма все время в атаке. Все время впереди армейцы отбиваются. Денис Попов один в центральном круге. Два игрока его стерегут. Там Ванера с Феррари. А Лемуши еще одна попытка такой вертикальной передачи на ход партнеру. Но эпизодами удается футболистам Пармы разрезать оборону ЦСКА. Но пока 2-1. А мы смотрим повтор момента, как Нигматуллин блестяще сыграл. Проско здорово. Возможно, кто-то скажет, что Нигматуллин повинен в первом голе. Что неправильно занял позицию. Да и удар был с дальней дистанции Адриана со штрафного. Но, может быть, есть доля вины нашего Вахтаря, но уж слишком хорош получился Адриановский выстрел. Точно в девятку еще с подкруткой. Но как бы то ни было 2-1. ЦСКА нет Адриану. ЦСКА зато есть Сергей Семак. И удар у него ничуть не хуже, как выясняется. Несколько секунд отдыха для обороны армейцев, пока Фрей будет вводить мяч в игру. Защитникам ЦСКА придется трудиться сейчас на полную катушку. Лемуши с мячом. Бенарива. Наката. И это безадресная передача. А вы... Мы вынуждены извиниться перед вами, уважаемые телезрители, за помехи по звуку. Но это не по нашей вине. Такова связь. И проблемы возникают, судя по всему, здесь, на стадионе Анио Тордини в Парме. Так что не обессудьте. Но я думаю, что игра сегодняшняя компенсирует эти маленькие неудобства. Очередной удар в исполнении футболистов Пармы. И Чезарь Пронделя на ваших экранах. Адриан освободился из-под опеки Евсикова и пробил поворот. На тяжелейшая задача у Дениса Евсикова сегодня. Опекать мощного бразильского форварда. Язык не поворачивается упрекнуть его в том, что возникают возможности у Адриана для взятия ворот. Очень хорош бразилец. Вот недаром его с Рональдо сравнивают. На левый фланг Джуниор подключился. И на вес штрафную. Там Нигматуллин должен меня спокойно забрать. Ну, немного буквально статистики. Последняя победа Пармы в Еврокубках на своем поле была одержана очень давно. Но, если брать игры этой команды в прошлом году, в сентябре, после этого 0-0 с Утрехтом. 1-1 с Бромби, 1-2 с ХПЛ из Тель-Авива. Так что Пармав в Еврокубках на своем поле в последнее время неубедительно действует. Ну, плюс можно вспомнить, что ЦСКА свой последний воеж в Италию провел. Успешно выиграли армейцы у Ромы. 1-0. Правда, по сумме двух матчей выборен. Тогда арбитры отняли у ЦСКА заслуженную победу. Не засчитали второй мяч. Ну, и Валерий Георгиевич Газаев приезжал сюда, на Пенины, в Турин. На матч против Турину еще с Динамо Московским. И тогда динамовцы также победили. Со счетом 2-1. Затем по сумме двух встреч прошли Турину, который тогда лидировал в первенстве Италии. Сейчас ЦСКА выигрывает по истечении часа времени у Пармы. 2-1. Рахимич. Семак мяч пропускал. Денис Попов на ваших экранах. А это все. Тот же девятый номер Адриану. Даже номер у него такой же, как и у знаменитого соотечественника Зубастика. Свой мяч он уже забил. Будем надеяться, что этим и ограничится. Денис Попов на ваших экранах. И снова Парма идет вперед. Это Лемуши. А передача не получилась. Показывает Лемуши, что от ноги игрока ЦСКА мяч вышел за лицевую линию. Судья придерживается иного мнения. Напомню, что главный арбитр встречи Урая Рейнни из Англии. И вообще вся бригада с британских, с британского острова. В подкате самоотверженно сейчас сыграл Шиберс против накаты. Лемуши. И контратака ЦСКА. Гусев идет вперед. Шиберс подключился. И неудачная передача. Валерий Георгиевич высказывает свои претензии. Дэвиду Сушембересу. И там надежно действует. Защитник армейцев. Аут. Игра в стенку не получилась и спокойно. Дается Ломатин выпадаться мячу за лицевую линию. И Днегматуллин. Естественно не торопится. Вы знаете сейчас специально несколько минут следил за игроками Пармы. Потому что небольшое здесь несоответствие вышло. Поспешил я выпустить шестого номера Симона Барона на поле. Но его показывали крупно на экранах. Как он разминается. Причем он разминался уже в форме, в майке. И даже по стадиону объявили, что Барона на поле оказался. Нет. Нет. Матео Бриги. Двадцать шестой номер на поле. Так что у Пармы всего одна. Замена вместо Донати вышел. В Килипине возможно с этой неразберихой был связан тот эпизод, когда желтую карточку показали. Так что нет. Бриги на поле двадцать шестой номер. Барона пока сидит на скамейке запасных. Одна замена у Фармы. Нет. Не ушел сейчас муту от Березуцкого. И Нигматуллин вовремя вышел. Попов. Или Муши назад Фрею. Фрей на Бинариева. Такое впечатление, что армейцы окончательно успокоились. Сейчас без особых нервных потрясений играют. Спокойно, надежно. Ну, хотелось бы, чтобы так до конца встречи и доиграли. Несмотря на то, что Парма давит. Давит постоянно. И давление наращивает. Джуниор. Муту. Оригинальный пас. Пятка настолько оригинальный, что даже Адриану его не понял. Феррари. Невысокого роста Филиппини этот мяч не достал как следует. И Семак с мячом. Пытался двоих обыграть. Муту на Бриги. И Бинариева подключился вперед. Наката. Саламатин против него. Передача в штрафную. Здесь спокойно Шершун выносит мяч. Навес в штрафную. Все мячи, которые вылетают из штрафной ЦСКА, футболисты Парма подбирают. Джуниор. Не дают продыхнуть обороне армейцев. Постоянные навесы. Передачи. Лямуши. Снова капитан Парма с мячом. Наката сюда сместился уже на левый. Фланг Муту. Будет бить поворотом. Удар! И все-таки довозили. Возили, возили мяч футболисты Пармы. Таскали, таскали по периметру вокруг штрафной. Не мытьем, так катанием. Не прямым ударом, так рикошетом. И 2-2. Адриан Муту. Много бил он поворотом в матче. В Раменском. Да, рикошет. И 2-2. В ногу Шершуна мяч попал. И таким образом на 67-й минуте равновесие восстановлено. 2-2. Ну теперь психологическое преимущество. На какое-то время перейдет к хозяевам поля. Счет они сравняли. Но пока такая ничья. Пока устраивает армейцев. Но если ЦСКА и так все оставшееся время будет действовать. Отсиживаться в обороне. Не предпринимать каких-то контрмер. Очень тяжело будет сохранить устраивающий результат. 2-2. Муту, кстати, забивает второй мяч ЦСКА. Напомню, в Раменском именно он отличился. В составе Пармы. И едва-едва Сергей Семак не опередил сейчас Феррари. Там Саламатин подстраховал вовремя партнеров. Смотрим еще раз повтор. Вот Шершун на ваш экран. Видите удар. Мяч в ногу Шершуну попадает. И здесь уже Нигматуллин абсолютно бессилен. Против рикошета никакая реакция. Никакое вратарское искусство не поможет. Чуть-чуть поточнее бы Семак остался один на один бы с Феррари. Наката. И подальше посильнее. Проиграли армейцы здесь борьбу. Но и Парма слишком сильный и высокий пас партнеры сделали на муту тут, чтобы сохранить мяч в игре. Подарил его армейцам. Армейцы, в свою очередь, подарили мяч сопернику. В общем-то, в безобидной ситуации. Вот чем меньше таких ошибок будет в простых ситуациях, тем легче будет армейцы. Смотрите на Бинарива. Передача будет на вес штрафной. Нет, прострел. И угловой. Стандартные в исполнении пармы очень опасны. Кстати, ЦСКА не подал пока ни одного углового сегодня. Два-два. Половина второго тайма позади. Опасно! Ну что ж, простили сейчас. Это опять же и опять же Матео Феррари. Был у него момент в первом тайме. Блестяще среагировал тогда Нигматуллин. Сейчас бы наш вратарь уже ничего не смог бы поделать. К счастью, мяч пролетел выше ворот. Да, опасно. Сейчас очень важный момент в матче. Фарма счет сравняла. Тут же создала еще один момент опасный. Два-два. Все как на весах. Еще один на вес. Шершун дважды выигрывает борьбу в воздухе. Здесь как двоих обыграл сейчас Бриги. И вот только так сломать им. Выбивает мяч из-под ноги молодого полузащитника Пармы Бенарива. Будет вводить мяч из-за боковой. Соломатин против Бриги. Нарушение правил. Андрей показывает, что не фалил. Но арбитр был рядом. Все видел. Считай, что рукой придержал Соломатин Бриги. Наката. Автор всех стандартов с правого фланга у Пармы. Глаз да глаз за Феррари. 21 номером. Рахимич против него. Идар опасно. Серия рикошетов. Это Феррари. Мимо ворот. Нервничают, нервничают. Сейчас армеец это видно. Впрочем, нервничает и мистер. Как написано на кепке у Прандели. Муту наносил удар. Нигматуллин такой впечатляющий, что мяч уже поймал. Но затем от колена отскочил. И едва-едва. Парме не удалось забить еще один мяч. Снова нарушение правил со стороны армейцев. Тревожные, тревожные. Минута 27. Минут позади второго тайма. 2-2. Напомню. Парма давит. Армейцы пока гнутся, но не ломаются. Хорошо бы сейчас поактивнее полузащитникам ЦСКА в атаке сыграть. Попрессинговать парму. Вот смотрите, Рахимович пошел вперед. Какой слалом удар. Удар не получился. Но аплодирует партнера Рахимовича. Все правильно сейчас сделал Увер. Взял игру на себя. Продрался. Ведь ушел от одного. Второй удар, к сожалению, слишком неточный. Но нужно сейчас хавбекам ЦСКА поактивнее. Я понимаю, что сил, наверное, уже не так много остается. Но, тем не менее, оборона работает сейчас на полную катушку. Не было нарушения правил, но подержать мяч нужно. Ролан Гусев. Семак. Передача на Гусева. Вот успел Банера там поставить ногу. Муту. Рахимович против... Нет, простите, это Березуцкий. И без нарушения правил. Небольшая травма у игрока ЦСКА. Но Парма, тем не менее, продолжает играть. И зарабатывает штрафной. Все тот же настырный Муту. Который постоянно сегодня... ...на левый фланг смещается. Но, в принципе, у него изначально позиция левого форварда. В общем-то, Парма сегодня практически весь матч так и действует. Адриана... ...на с три атаки. А слева Муту, справа наката. Такой трезубец атакующий. Но все в порядке с Березуцким. Поднялся защитник ЦСКА. Побежал... ...опекать Адриана. Муту или Муши у мяча. Арбитр отодвигает... ...в стенку армейцев. Четыре человека. Муту бьет. Нигматуллин второй раз подряд мяч не фиксирует. Но, к счастью, сейчас никого из футболистов Пармы рядом не оказалось. Тут же Руслан свою ошибку исправил. И длинный пас на Поповну. Там сразу три человека против Дениса. Рахимич. Да, поспокойнее сейчас, конечно, нужно армейцам действовать. Немного постараться сбить вот этот атакующий запал хозяев поля. А вот такие передачи совершенно... ...не нужны. И замену готовят армейцы. На поле появится сейчас Юрис Лайзенс, которого итальянские журналисты не включили в заявочный список ЦСКА. Так что для... Для них появление футболиста под девятнадцатым номером будет полной неожиданностью. Но это то, о чем мы и говорили. Конечно, сейчас нужно усиливать центральную линию полузащиты ЦСКА. Подавили сейчас хозяева поля мощью своих атак центральную ось армейцев. И меняет Березуцкого. Лайзенс уж не знаю, связано ли это с той небольшой травмой, которую несколько минут назад получил защитник ЦСКА. Или сейчас армейцы вернутся к своей привычной расстановке, когда Шершур, Шемберес и Евсиков будут действовать в обороне. Гусев сместится направо. А в центре полузащиты будут действовать Рахимич, Лайзенс и Яновский. И так армейцы, по крайней мере, играли на протяжении почти всех своих последних матчей. Но посмотрим, какую позицию займет Лайзенс на поле. Пока вот как раз в центре поля он обосновался. Аут в пользу ЦСКА. Время постепенно идет. И это на руку армейцам. 32-я минута. Ничья 2-2 Адриану дважды Семак и Муту, автора забитых мячей. Тут же замена у Пармы. Адриану дважды Семак Адриану дважды Семак К сожалению, пропала у нас связь с Пармой, комментаторский канал пропал. И я, Владимир Критурин, продолжаю репортаж из студии Останкинского телецентра. Итак, 2-2. Последние минуты. 12, может быть, 15 минут. В очень интересном матче. На фоне всех выступлений в международных турнирах наших команд. Это просто луч света в темном царстве. ЦСКА играет так, как играют европейские команды. И вот сейчас самое главное. Самое главное не пропустить третий мяч. Потому что по игре армейцы заслуживают победы в двух... По всему двух игр. Мы посмотрим, что будет. Наката делает передачу направо. Парма атакует. Но сегодня Парма выглядит хуже, чем у Неста Геони Сатур в Раменском. То есть армейцы в лучшую играют. Виновский. Очень хорошо, что армейцы держат нас. Очень хорошо, что они играют во двор. Вы представляете, в защите у армейцев играли в самом начале Березыцкий, Гевциков, футболисты молодежной сборной. А Шершунь футболист молодежной сборной Украины. Эти молодые футболисты. И играют в обороне. Тем не менее, смотрим. Андриана делает передачу. Старфуй, по-другому, опасный момент. Удар нет, нет, не попадает. Блестяще играет Нигматурин. Вообще, в этих международных встречах лучшими у нас являются вратари. Вспомните Обчинникова, вспомните Черчесова. И вот Нигматурин. Итальянцы, наверное, очень жалеют, что вот так долго его держали в запасе. Не играл ни Веронин, нигде, в другом месте. Я думаю, что он и любому итальянскому клубу пригодился. И мало того, что он хорошо играет, его бьют, ему не остается ничем по голове. И ногами. Это, не знаю, как игра кончится, будет ли хорошо или плохо. Но вот та песня, которую, понимаете, все мы пели, где все часовым-то поставили на ворот, это как раз по Нигматурин. Угловой удар очередной. И слева, и справа. Армейцы сейчас защищают не только часть СССР, они защищают честь российского футбола. Единственная команда, про которую мы можем сказать, молодцы, молодцы. Играйте как надо. Я опять же не говорю, как игра кончится. Как бы она ни кончилась, армейцы уже показали, что они играют так, как играют в Европе. Все ведущие и неведущие клубы. Осталось совсем немного. Смотрите на того в правом углу, все время время. Кажется, как медленно оно идет, это время. И Парма предпринимает отчаянные усилия. Команда, в которой очень много звезд. Муту. У нас уже остафуют и за то, что надо, и за то, что не надо. Так на всякий случай. Сейчас остафуем Рафинич. Да, и сейчас связь у нас появилась с комментатором Константином Выборным. Так что репортаж из Парма продолжается. Но мы вынуждены еще раз извиниться за технические проблемы, которые возникают здесь. Вполне возможно, что болельщицкие страсти хозяев мешают качеству трансляции. Но это шутка, конечно. Хотя все технические комнаты здесь на стадионе увешаны плакатами Пармы, фотографиями игроков. И очень бурно, я вот смотрю, переживают в аппаратных сейчас итальянцы за свою команду. Ну, может быть, в пылу страстей что-нибудь с кнопочками у них приключилось. Но все, внимание на поле. Меньше 10 минут до конца основного времени. 2-2. Вы видели, что по замене произвели обе команды. У ЦСКА Юрий Слайзенс появился у Пармы. Вышел третий нападающий. Эмельянова над соли 11 номер. И вы видели, как спас свою команду в очередной раз в сегодняшнем матче Руслан Нигматуллин. После удара жюньора, казалось бы, наверняка в дальний угол направлял мяч бразилец. Нигматуллин очень правильно выбрал позицию. Не стал сваливаться в ближний угол. И мяч достал. Вот хорошая передача сейчас на Дениса Попова. Успеет Армей? Нет, нет, не успел. Скорости не хватило. Парма тут же вводит мяч из-за боковой линии. Три нападающих сейчас у линии штрафной. ЦСКА. Это Адриану. Смотрите, какой слава. Слалом. Ну, всех почти прошел. Арбитр показывает угловой. Армейцам не нужно тратить силы на споры. Судил все равно своего решения. Британский рефери не изменит. Лучше сосредоточиться на обороне собственных ворот. Опасный момент. Ой, как здорово сейчас в последний момент. Снял армеец мяч с головы. Повтор хотелось бы увидеть. Такое впечатление, что рукой сыграл защитник ЦСКА. Все бросаются сейчас к мониторам. Но сейчас наверняка режиссеры трансляции этот момент будут смаковать. Свистят трибуны. И вот повтор. Да. Ничего, нечего здесь сказать и добавить. Шемберес рукой сыграл. Но голевой, голевой момент ликвидировал. Фу, ну хорошо. Спасибо британскому арбитру, что у него хорошая физика, но не слишком хорошее зрение. Армейцы апеллировали, что не было углового. Арбитр сейчас не заметил, как рукой в своей штрафной сыграл Шемберес. А это был бы 11-метровый удар. Бинарива. Филиппини. Муту. Феррари. Филиппини. Снова Бинарива. Бинарива. Попытка вынести удар закончилась тем, что мяч в итоге отскочил. Почти во вратарскую линию. По севратарскую ЦСКА. Разрядили здесь обстановку армейцы. Рахимич хороший пас делал на Попова. Денис снова не успел. И ЦСКА готовит еще одну замену. Дайв разминается у кромки поля. Вполне возможно, что Дениса Попова будет менять Валерий Газаев. Хотя, конечно же, с уверенностью говорить об этом нельзя. Заканчивается сороковая минута. Пять минут до конца основного времени. Себастьян Фрейд. Такое впечатление, что побежит сейчас сам забивать. Вот Вячеслав Даев на ваших экранах. Шестой номер армейцев. Передача в штрафную. Упал там Адриану на пенальти. Не будет и вот Попов. Денис Попов должен мяч сохранить, подержать. Да, все правильно прикрывает корпусом. И назад. Да, да, именно так. Армейцам сейчас и нужно действовать. До Гусева мяч не дошел. Филиппини. Лемуши. Бенарива снова один. Почему-то никто его не прикрывает. Дают возможность Бенарива спокойно мяч принимать. Спокойно навешивать в штрафную. Разобрались. С трудом мы разобрались. Филиппини. Чуть еще один рикошет не получился. Армейцам сейчас нужно разобраться на левом фланге своей обороны. Потому что Бенарива постоянно остается открытым. Соломатин. Чаще всего уходит в центр. Страхует партнеров. За Накатой присматривает. Хотя сейчас смотрю Яновский так. Такая срезка получилась. ЦСКА Яновский остался как раз вот на левом фланге. Присматривает за Бенарива. Очередной угловой. Уже совершенно точно, что больше 10 корнеров ворот ЦСКА. И в это время замена. Да, Дениса Попова меняет. Вячеслав, да. В трибуны свистят. Уходит Денис Попов. Выходит Вячеслав Даев. Таким образом у Армейцев сейчас Посмотрим за этим угловым. Нигматуллин здорово. Четыре номинальных защитников и шесть полузащитников, если считать таковым. Симака практически без нападающих. Ну и никого даже в центральном круге нет. Все 11 футболистов ЦСКА на своей половине. Полину, естественно, Валерию Газаеву что-то нужно было предпринимать. Три форварда по центру действуют у Пармы. Сейчас плюс Накаты или Муши. Вышел Даев. Вот сейчас четвером у Армейцев такой последний редут из четырех человек. Джуниор, Наката. Снова Бинари в один там. Здорово сейчас Соломатин в подкате сыграл. Эксимак не дотянулся чуть-чуть до мяча. Муту. За это можно и желтую карточку заработать, но арбитр лоялен. Сейчас может получить горчичник Руслан Нигматуллин за затяжку времени. Вот здесь судья проявил принципиальность. Споры абсолютно бесполезны. Блистящие прыжки Руслана впечатление на арбитра не произвели. Желтую карточку склопотал 35-й номер ЦСКА. Тем временем основное время матча подходит к концу. Очередная длинная передача на правый фланг нападения Пармы. И все это заканчивается штрафным. Сразу же Нигматуллин выстраивает стенку. Адриана один сегодня уже после розыгрыша стандартного положения забил мяч. Вот вы видите нарушение. 23 раза нарушение правила нарушали футболисты ЦСКА всего 9 раз. Это делали игроки Пармы. Грандиозный разбег Адриану. Держись армейская стенка. Удар. Стенка выдержала. Браво. Никто не дрогнул. Низом на этот раз Адриана пробил. Все в порядке. Семак против Фрея. Три минуты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ликует стадион. Отдувается Чезаре Пронделли. Адриан Муту делает дубль. Смотрим еще раз. Фрей длинная передача. Муту. Здорово принимает мяч и в борьбе. В борьбе с Шембересом наносит удар в дальний угол. Дали пробить. Муту. И точно в дальний угол попал. Что ж, очень обидно. Очень обидно. И вот бароны, о котором я уже сегодня упоминал, появляются у кромки поля. Тактическая замена, естественно. Лайзенс идет вперед. Передача безадресная. Увы. Меньше двух минут у ЦСКА. Чтобы добиться теперь уже очень призрачной ничьей. Армейцы вели после первого тайма 2-1. И все-таки пропустили два мяча. Жуниор идет вперед. Длинная передача там на Ката. Ката мяч останавливает, но падает. Да, и все-таки Парма 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 со своей задачей справилась. Несмотря на подвиги Симака, несмотря на подвиги Руслана Нигматулина. 3-2 итальянца впереди. И все меньше и меньше секунд для чудесного спасения армейцев. Напомню, питерский зенит также сегодня буквально на последних секундах пропустил мяч от Гороскоперса и выбыл из борьбы. Такая же участь в эти секунды постигает и ЦСКА. Под аплодисменты трибун, под развивающиеся флаги, под обнимание рутопожатие итальянских журналистов. Здесь на трибуне прессы покидает поле бразилец Адриану. Бесспорно, один из главных кузнецов победы Парми, если она будет достигнута. А до этого момента остаются какие-то пять-шесть секунд. Расстроены, конечно, армейцы. Совсем чуть-чуть не додержались. не додержались они до выхода в следующий этап Кубку Уэфа. Парма атакует, арбитр смотрит на время. Да, Феррари назад на Фрея. Как не пытался Валерий Газаев укрепить и центральную линию, и линию обороны. Во втором тайме Парма безраздельно владела преимуществом. И победу, в общем-то, наверное, заслужила. И вот финальный свисток английского арбитра Урая Рейни возвещает о том, что Кубки Уэфа Россия остается без своих представителей. ЦСКА проигрывает 2-3 Парме на стадионе Энио Тордини. Обнимаются итальянцы. Нам остается поблагодарить армейцев за то, что они проявили сегодня характер, бились как могли. Но в концовке удача повернулась лицом команде, которая искала счастья в атаке во втором тайме. А мы заканчиваем на этом репортаж, организованный Первым каналом. Для вас сегодня работал Константин Выборнов. Всего доброго и надеемся на то, что лучшие времена придут все-таки на российскую...